С трех фонов мне два пришли бракованные. Меня затопило. Ставки, доставки. Ни один заказ мне не пришел вовремя. Итак, всем привет. Давно я не выходил на связь. Меня практически весь ноябрь не было. С тех пор, как я выложил, собственно, видео о том, что я начинаю делать свою студию. И вот, собственно, сейчас я нахожусь здесь. Все в том же помещении. Вот решил вам рассказать про то, что тут изменилось, что делается, что еще не успел делать. У меня ноябрь вообще получился, на самом деле, таким достаточно сумасшедшим месяцем, потому что у меня, ну, вы же знаете, как бы закон подлости работает. Что-то вот во вселенной чувствует, что тебе надо больше свободного времени, и у тебя его забирает. У меня достаточно был разгруженный октябрь, было не очень много съемок, было много свободного времени. В октябре я занимался, собственно, планированием всего этого процесса со студией. В ноябре, когда вот все, я снял помещение, мне надо было начинать тут все это делать, у меня сразу просто рядом пошло дофига съемок. Просто все там старые клиенты, новые клиенты, все повылазили. Всем срочно надо было какие-то видео снимать. Поэтому у меня каждую неделю были съемки, мне надо было монтировать. У меня, помимо этого, там, кто знает, есть еще другая работа. Мне надо было вот этим всем строительством заниматься. Были там по другой работе еще мероприятия в начале месяца было. Короче, прям вообще такой сумасшедший месяц получился. Вот, поэтому, к сожалению, за месяц я не успел все сделать. Я рассчитывал, что к концу ноября все будет готово. Но вот сейчас уже начало декабря, и сейчас пока еще не все готово, в том числе по независимым от меня причинам. Так, давайте сначала поговорим о том, что получилось. Последнее видео, которое я вам показывал, стены уже были, собственно, покрашены. С тех пор мы тут установили систему для фонов подъема и опускания. С фонами получилась жесткая засада, потому что из трех фонов мне два пришли бракованные. Я вот сейчас фотку ставлю, посмотрите, зеленый и белый. То есть они пришли полностью, все вот, когда развернули, уже установили, развернули, они все оказались с волнами, с заломами. Не знаю, как это еще можно назвать. Короче, к работе непригодны. Вот, мне пришлось их отправлять обратно, соответственно, в магазин. Магазин в Москве, потому что у нас ничего нет. Мне выслали новые взамен, они еще не пришли. Они должны вот со дня на день буквально прийти. Вот, может, когда это видео я выложу, хотя я надеюсь, что я его сегодня уже выложу. Они, собственно, будут у меня. Я их обратно установлю, пока у меня только черный фон есть. Вот, что здесь еще появилось с тех пор? Вот эта вот стенка, которую вы видите за мной. Вот, ее буквально на прошлой неделе собрали из ламината. Она такая акцентная для как раз вот для таких кадров. Ее можно использовать для подкастов, которые здесь планируются. Ну, короче, такие вещи у нее. Вот, если вы можете заметить, по бокам подсветка, но что-то она откровенно пока хреноваста как-то получилась. И мне не очень нравится. Надо что-то вот, наверное, будет ее переделывать. Второе. Меня затопило. Блин, ну вот, вот реально все просто в ряд. В один день мы приходим просто сюда и смотрим, что на стене как раз вот где фоны, просто потеки. Оказалось, что у нас в ноябре достаточно было тепло. Очень долго температура держалась около нуля. Там минус один плюс один, соответственно. Снег падал и тут же таял. И где-то по крыше пробегало. И, короче, вот оно там по швам подтопило. Но как бы ничего криминального нет. Но все равно тоже неприятно. На обоях небольшие пятна остались. Хорошо еще, что они вот на той стене, которая непосредственно для съемок именно вот со стеной с голой не будет использоваться. Там, соответственно, фоны. Ну, все равно, конечно, мало приятного. Третий потрясающий момент это, конечно, у нас доставки. Доставки. Я очень много чего заказал. Я надеюсь, что в следующем видео про студию, когда я буду показывать уже финальные, так скажем, моменты, что тут будет сниматься, как это все будет расположено. Я вам расскажу про то, какое здесь есть оборудование. Соответственно, узнаете полностью, что тут есть. Пока я сюда еще даже не все привез. Ну, я, соответственно, очень зависел по срокам поставки. Мне, с одной стороны, повезло, потому что я заказывал, когда была распродажа. Это была, получается, это 11-11, которая распродажа. Соответственно, я на этом сэкономил деньги. Заказывал я все в основном на Азоне и на Али. Казалось бы, слабое звено тут Али. Но на самом деле на Азоне мне тоже почти все доставки. Как не почти все доставки. У меня на Азоне реально просто ни одна, ни один заказ. Я заказывал там не все в кучу, а там частями. Ни один заказ мне не пришел вовремя. Вот такой вот прикол Азона. Азон, зон, зон. На Алихе, ну, блин, на Алихе понятно то, что с России оно как бы достаточно быстро пришло. Хотя у меня есть заказы. Один заказ с России. Это журавль, вот он там лежит. Он шел из Москвы дольше, чем некоторые посылки шли из Китая. И до сих пор одна посылка, но она тоже из Китая, которую я заказал, получается, еще в начале ноября. Если не, да, наверное, начало ноября прям самое было, первое, второе число, до сих пор не пришла. Она сейчас где-то вот только последняя там отметка у нее в Москве стоит. Конкретно вот все вот эти вот доставки, конечно, они затягивают тоже процесс. Ну и Азон был бы не Азон, если бы все посылки дошли с первого раза. Вот стулья умудрились расфигачить по дороге. И мне отменили заказ, мне пришлось заново перезаказывать. Так, ну что, давайте сейчас просто я камеру возьму в руки и маленько покажу, что тут вообще есть. У меня тут на самом деле, конечно, прямо пока бардак-бардак, но я считаю, что люди должны видеть правду, как это все реально происходит, а не то, что раз, хоп-хоп-хоп, и у тебя все вот так готово офигенно. Поэтому все как есть, я вам все так и буду показывать. Короче, вот это, получается, зона, где я сейчас снимал. Я вот просто из сумки красной еще светильник доставил. Вот стол, короче, вот этот я покупал изначально для подкастов, но я с ним лоханулся, потому что он достаточно маленький. И в итоге вот этот стол, он уедет в мой кабинет. Я заказал новый стол, точнее, я заказал столешницу нормального размера, 160 на 90, она будет вот под подкасты. А этот стол останется у меня в рабочем кабинете. Я вам, кстати, кабинет еще покажу. Так, ну вот, собственно, вот стенка из ламината. Вот такая вот, с такой вот замечательной подсветкой диодной. Ну, хреново она, откровенно, конечно, получилась, подсветка. Так, здесь у меня продолжение бардака. Вот так должно все офигенно быть видно. Все валяется, остатки ламината. Вот, кстати, панели. Не порвать бы их еще. Вот такие вот панели. Естественно, тут деревянная рама, а внутри там минеральная вата, и все это ткани обтянута. Они, соответственно, на потолке будут, я так думаю, две вот здесь. И две вот где-то вот там. Так, здесь у нас вот зеркало есть визажное с лампочками. Вот это я с камерой хожу. Собственно, для того, чтобы можно было там подкраситься туда-сюда все вот это перед съемкой. Здесь у меня еще больше бардака. Это вот временные стулья тут были. Это коробки, вот остатки всего. Вот стеллаж, кстати, один, первый. Вот у меня второй стеллаж. Тоже, чтобы их можно было в кадре ставить. На них там что-нибудь условно красивое там поставить. Все, чтобы в кадре красиво было, соответственно, шторы. Блэкаут, вот полностью все закрывают. Там вот видно, что солнце сюда светит, он сверху видно, но по потолку вот там пропускается. А так вот здесь все закрыто, все вообще хорошо. Кстати, недорого достаточно обошлись. На Wildberries я их покупал. Ну, это вот у меня. Я пока привез один источник. На ассистенде его фигачил. Такие вот стулья. Достаточно тоже прикольные. Мне нравится. Мне нравится такой цвет вообще. Ну, вы обратили, наверное, внимание, что у меня в комнате такой вот цвет стены. Ну, соответственно, вот, в принципе, все, что сейчас на данный момент здесь происходит. Вот, как я говорил, в планах, собственно, ковролин. В планах... А, ну, про фон и не рассказал, кстати. Вот оно. Ой, надо их все опять задирать. Темно. Так. Вот оно, соответственно, крепление для фонов. Вот у меня пока тут черный остался. Белый и зеленый на замену едут. Вот, соответственно, ковролин, установка панелей, установка второй двери. Ну, стол у меня уже готов. Мне его осталось просто забрать. Я так думаю, что все на этом все закончится. Я привезу остаточное оборудование, которое у меня дома еще лежит, и можно будет, в принципе, открываться. Так что все двигается. Несмотря на всю ту хренотень, которая происходит, без нее вообще на самом деле никак. Вот я не верю, что бывает такое, что вот у тебя раз, и сразу все получается, и великолепно, никаких проблем не происходит. Все равно фигня какая-то будет происходить. Просто главное сохранять спокойствие и продолжать делать. Давайте я вам сейчас кабинет все покажу. Сейчас зацените, как дверь открывается. Коридор, конечно, тут не огонь. Ну, что есть-то есть. Здесь, как вы видите, у меня тоже, конечно, бардак. Во, вот, кстати. Вот сюда заходишь, и прям чувствуется, насколько здесь вот с цехом прям проблемы. У меня, конечно, микрофон сейчас на мне стоит, поэтому все должно быть достаточно нормально. Но вот здесь прям реально я стою и чувствую, как будто в пещере. Тут прям эхо вообще гуляет жестко. Так, ну, блин, на самом деле тут просто буду находиться я. У меня тут будет стол, комп, там, диван, шкаф, стеллаж для хранения техники, которая постоянно не будет в студии. Там, грубо говоря, там клиенты, которые придут на съемку, могут посидеть, потусить, подождать начало. И все. Как бы, блин, вот как это все выглядит. На самом деле, как бы, ну, блин, ничего особенного. Обычный вон потолок такой же. Стены. Стены в стрёмный цвет покрасили, конечно, мне не нравится, но я не успел, к сожалению, на это повлиять. Тут вообще, как бы, сам по себе райончик. Такая вот промышленная зона. Тут фабрика напротив находится. Но при этом здесь же находятся две фотостудии. Одна вот в здании, которого из-за елки не видно, и одна еще вот там. В общем, подытоживая все это великолепие, хочется сказать, что, как бы, блин, я никуда не пропал. Все двигается, все нормально. Конечно, двигается дольше, чем хочется, но это всегда так с ремонтами и со стройками. Вот у меня сколько было вот этих вещей, связанных с ремонтами, всегда это занимает больше, чем ты вначале рассчитываешь. И денег на это уходит, как правило, тоже больше, чем ты вначале рассчитываешь. У меня тут, как бы, блин, по сравнению со своей квартирой, конечно, самая обидная вещь, что аренду я уже плачу. Я вот сегодня за второй месяц заплатил. Соответственно, как бы, ну, это все за мой счет происходит, за торможение. Но, как бы, я тоже изначально на это все рассчитывал. Постараюсь больше не пропадать. Здесь вернутся тоже обычные видео скоро. У меня, так как много здесь всего, соответственно, будет нового, и много будет обзоров и видео, там, по поводу того, какие-то новые съемки, как что-то будет сниматься, тоже про это буду делать. Видео, много техники новой, на которую тоже будут обзоры. Техника старая, на которой до сих пор обзоры тоже не сделаны. Короче, все будет. Постараюсь больше не пропадать. Спасибо всем, кто писал слова поддержки в прошлом видео. Очень приятно было читать. До новых встреч. Пока.